всем привет сейчас хочу вам показать ролик где человек пытается доказать гарантийный случай у официального дилера и мне по этому поводу интересно ваше мнение что считаете вы все таки это гарантийный случай или нет вот напишите в комментариях ваше мнение ваше мнение Продолжение следует... 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 на сегодняшний день у него и не пупырок ничего на руле не осталось как я не знаю не задержался так понятно что затёрся вы эксплуатируете автомобиль но это хоть что ну я не знаю вот у меня там не знаю чехол от телефона он тоже затирается почему на других автомобилях не затирается по-другому нет ни на некоторых автомобилях не стирается даже пластиковые лиза теряет они потом прям гладкие так эти пластиковые руки да лучше па у пластиковый был я бы вообще к вам не приехал он сохранился лучше я говорю то есть я видел такие ролики пластиковые которые прям как это прям колено это все эксплуатации это нормально вас колеса стирает тоже за эксплуатационная гарантия же есть на руль на резинке на машину не на колес гарантией почему но кажется тоже гарантия есть На все есть гарантия. Просто есть дефекты эксплуатационные, есть дефекты производственные. Колеса трутся об эту, об дороге. Да, а вы об руки, руль об руки. А что они? Наждачка что ли? Так это, ну как я говорю. Переписывайте, переписывайте. Вы написали, что поверхность не повреждена. Я с этим не согласен. Она повреждена. Я вам еще раз говорю, вы к нам приехали, обратились, мы вам ответили. Мы переписывать ничего не будем, это наше, мы как видим, мы так вам и написали. То есть вы к нам обратились, мы вам ответили. Это ваше право уже дальше что думать, то есть там решать что-то, не решать. Я говорю, можете попробовать услышать мнение других. Прочите нормальную бумагу. Вы вам нормальную бумагу написали? Нет, вы написали, что там нет по прочтению. Я с этим не согласен. Вы прочитали хорошо? Да. Ну, то есть мы написали, что есть следы потертости на руле. Они есть, да. А поверхность не повреждена. Как не повреждена? Не повреждена. Она повреждена. Если бы она была не повреждена, он бы не был такой матовый в этом месте. Был стёрт, это было бы тактильно. Он стёрт здесь, вот в этом месте он стёрт. Это ваше мнение. Наше мнение другое. Мы вам его обязали. Он стёрся, стёрся вот этот. Ну, мы сейчас бесполезно с вами разговариваем. Мы написали вам наше мнение. К нам обратились за наше мнение, мы вам его написали. В уголках вот здесь вот, уже всё, до замши протёрлось. Вот здесь. Повреждено? Повреждено. Надеюсь, что я не вижу. Вот в этом есть в одном. Ну да, здесь вот чуть-чуть есть. Можно написать, что в углах протёрто больше. Так вот устроен. Напишите, что повреждение там рассыпалось всё. Ничего не рассыпалось здесь. Здесь именно затёрто. Это не что иное. Здесь именно затёрто. Когда есть дефект именно материала, он начинает расслаиваться. Вот оно расслаивается. Это затёрто. Как другое? Это затёртость. Это не что иное, как затёртость. Это именно затёртость. У меня были автомобили. У меня и знаете, сколько было? Это с самого момента покупки оно начало отпадывать. Если бы у вас с самого момента покупки начало отпадывать, оно бы отпадывало. А здесь оно затёрто. Я не согласен. Ну, я вам ещё раз говорю. То есть мы вам написали своё мнение. Это подтверждено, я не знаю, тысячами обращений. Такими, как мы работаем. Ильинский центр уже 6 лет работает. Мы за эти 6 лет пересмотрели автомобили. Я не знаю сколько. И, ну, как бы, я говорю, то есть я работаю с открытием этого автоцентра. Я его специально не буду царапать. Но если его вот чуть-чуть потереть, он вообще весь отпадёт. Я вам говорю, что... Вот что на это скажете? Это гарантия? Если дефект эксплуатационный, это не гарантия. Если, ну, я вам говорю, то есть у вас 150 тысяч нарушает. Вы поездите, если будет прям начнёт отслаиваться, выключайте, пожалуйста. Ну, если другое будет, на сегодняшний день мы не можем его поменять в гарантии. Ну, скажите, ты его сам отсковылил. Ну, почему мы так решили? Ну, потому что такое отношение. Вы мне рейку не хотели долго менять. Я три раза к вам ездил. Что с рейки? Что поменяли в итоге с рейки, что было? Что, я не знаю, что с ней было. Вы её разберите, посмотрите. Случала она? Да, я спрашиваю, что было. Случала? Она случала с самого момента покупки. Вы сказали, что это настолько маленький стук, мы вам менять её не будем. Ну, скорее всего, просто продиагностировать правильно. Невозможно было найти. Правильно? Я же не по приколу приехал. Так мы вам ответили на ваше... Вот на ваше обращение мы вам ответили точно так же письменно. Что от нас-то ещё нужно? Я не понимаю. Я не переписываю там. Мы не переписывать ничего не будем. Мы неправильно написали там. Это ваше мнение. Вы считаете, что мы неправильно? Мы считаем, что мы правильно написали. Мы вам отвечаем, а не вы нам. Если вы хотите, вы спросите сами у себя. Напишите, как вам нужно. Напишите, что повреждение верхнего слоя. Я ничего не понимаю. Мы вам написали, что там есть, присутствуют, запёртости. Они присутствуют. И они есть. Больше тут ничего нет. На сегодняшний день мы не можем обходить. Производственного эффекта здесь нет. Здесь есть только эффект экскурсионный. Который не относится к гарантии. Вот здесь вот я случайно задел ногтем. Вот здесь. У меня под ногтем осталась чернота. Это что такое вообще? Как что? Это что я? Это материал? Ну, говеный материал. Ну, да фей. На нормальных рулях такого уж нет. Любой рулем ногтем можно соцарапать? Нет, не любой. Любой. Пластиковый руля? Да даже пластиковый можно поцарапать ногтем, там, куда останется метка. Не любой. Я вот сейчас поверну даже. Да я видел, все, я же смотрел. Я видел, и с этой стороны здесь, по-моему, вот здесь где-то тоже. От кольца, от кольца, от кольца. Ну, я вам еще раз говорю, то есть на сегодняшний день дефектов производственных мы не сможем просто обосновать производитель. Вот здесь вот я случайно задел. Вот. Оно как, я не знаю, как пластиковый пакет вот у меня. Все под ногтем осталось. Что это вообще? Ну, давайте гвоздиком по лакокрасочному повернем. Ну, такого же не должно быть. Да почему не должно быть? Ну, почему? Ну, потому что кожа должна быть нормальной. Я же знаю, какая кожа бывает. Это не кожа, это кожа заменитель. Это кожа заменитель? Конечно. Почему преподносили как кожу? Я не знаю. Ну, это сто процентов, это эко-кожа. Я вижу, что это не настоящая кожа, дерьмо какое-то. Если бы это была настоящая кожа, знаешь, что это... А почему написали при покупке, когда я покупал, что это кожа настоящая? Ну, я не спрашиваю, я не знаю, я не продавец. Я думаю, что там нигде не написано, что это настоящая кожа. Ну, написано было настоящая, прямо на сайте, но официально. Ну, я не знаю, я уже... Что такой комплектации настоящая. Ну, может быть, она настоящая, я как бы не эксперт, но она очень бомбка, значит, мы ее не знаем. Но они же уже различаются по видам задействия. Ну, это не кожа, это... 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 это вообще дерьмище. Под ногтем остается. Вот у тех машин, у новых, вот там кожа, там походит на то же. Там, там она хотя бы грубая, она ногтем не царапается у вас там. Ну, это... это другая машина уже. Как другая? Вот так. Они постоянно, то есть вы можете взять даже, не знаю, там через неделю, с конвейером мальсин сидит, она уже другая может быть, легко. Мы даже всего не знаем. Я и говорю, работал, понял, что он руль говно ставит, поставил нормальный. Вы можете ошибаться? Нет. Как нет? Они просто поменяли, может быть, поставщика, не договорились. Да, так же, как с фарами. Фары я тоже, кстати, менял, тоже выслаивались. Это машина вся сырая. Я хочу, чтобы на нее поставили уже нормальные, качественные эти элементы. На сегодняшний день производственных эффектов нет. Поменять вам их по гарантии невозможно. Напишите там на бумаге, что есть повреждения. Верхнего слоя. Вы вам все, что вы видели, написали? Нет, вы написали, что целостность не нарушенного написали. Да, в данных местах, вот где, вот здесь, мне Александр показал, здесь целостность не нарушена. Вот здесь вот я ногтем. Что это? Почему оно так все растрескалось, чуть ли не разрезалось? Я вот так сделаю ногтем, оно разрежется. Что разрежется? Так это же ненормально, почему? Это же ненормально. Она не предназначена для того, чтобы ее царапать. Она предназначена, чтобы на нее держаться. Да я не специально, я случайно задел. Я понимаю, она просто не предназначена. Но это я говорю то же самое, стекло, камень, кинь. Почему оно разбилось? Ну вот почему оно разбилось? Почему оно не выдержало? Если специально кинуть, оно разобьется. Если случайно, оно не разобьется. Случайно. Он что, сюда специально прилетел, что ли? Почему оно слопнуло? Ну это те же самые, без крайности, без крайности. Оно нельзя так сравнить? Нет, ну поверхность, поверхности нет. Она все уже, она матовая. Что? Она уже, пупырок нет, они стерлись. Ну так это же поверхность стерлась, все. Ну что, дальше что? Ну так так и напиши, что поверхность стерлась. Дальше что? Ну мне нужна эта бумага. Буду решать вопрос как-нибудь по-другому. Мы сейчас уберем фразу, где написано. Целостность. Целостность нарушена и все оставим. Как было, только целостность. Нет, добавьте, что целостность нарушена. Это ваше мнение. Я и так вам говорю наступил. Я и с другого мнения. Я вам еще раз говорю. Какие уступки? Вы отказываетесь менять резиночки? Все правильно. Я вам объясню почему. Если вы не слышите, это как бы, ну, вы не слышите. Ну в машине год. Почему рассохло с резиночкой? Я вам еще раз говорю. Я вот сейчас новая машина еще не продана. Камень кинул стекло, будет вечно. Машина новая. Почему мы не поменяем? Почему мы не поменяем по гарантии? У меня нет вопроса к резине, как вы говорите. То же самое. Вот сейчас, смотрите. Я с другой машины, ну ножик, детек порежу. В машине год. Почему я не поменяю на ней по гарантии? Я ее не резал. Я вам сказал, что там сделано. Там же ездили просто на машине. Я вам скажу, что там сделано. Там просто ездили на машине. Можно. Использовали ее. Да, если бы она стояла, она была бы целая. Я ее использовал. Все правильно. Я покупал ее, чтобы на ней ездить. Все правильно. Я же использовал. Почему резинка начала в току превращаться? Я вам объяснил почему. Может, ее зашоркали? Да никто ее не шоркал. У вас даже специально. Я же вам показывал. Ну, в смысле? Как специально? Да можно не специально. Я говорю еще раз. Каменьки. Она с обоих сторон. Вы меня не слышите. Вы с другой стороны видели? Вы меня не слышите просто. Я вам уже 10 раз одно и то же повторил на вашу вопрос. 10 раз, даже если не больше. Вы просто не слышите. У вас бесполезный разговор. Просто бесполезный. Пишите, что целостность нарушена. Я вам еще раз показал. Мы свое написали. Я с формулировкой с этим не согласен. Мы согласен, мы согласен. Я вам еще раз не могу. Можете посмотреть. Пишите тогда предказ, что там. Я не буду подписывать эти бумажки. Подписывайте. Это ваше право. Вы к нам обратились. Мы вам выдали документ. Пишите, я не знаю, какую-нибудь бумагу, что ли. Я не согласен с этой формулировкой. Можете снизу написать. Я не согласен. Ваше право. Я не буду их подписывать. Пишите, я не согласен. Вы можете на букву экземплярку написать, что вы не согласны. Снять всю корпус и демокрепляйте. Вы не согласны. Вы напишите, что целостность покрытия повреждена. Жаль, что я не юрист и в этом не понимаю. Я бы разнес вас всех. Все, мы работы закончили. Можете подходить администраторам сервиса. Если вы официально вам то же самое скажут просто. Тут дело не в том, что у вас какой-то салон, у нас специально есть плохие. Дело в самой гарантии. Нет, я не согласен. Я не согласен с этим. Тут мы уже больше ничего не можем сделать. Это все гарантийный случай. В машине год с небольшим. И я не согласен с тем, что у меня все в труху превращается. Может же эксплуатация в твоем мире тоже зависит? Мне что, чтобы она стояла, что ли? Я ее купил, чтобы ездить. Гарантийный срок вышел или нет? Нет, не вышел. Я понимаю, если прошло там... Сколько у нее гарантий вообще? Пять лет? Я считаю, что пять лет, либо стоимость трактора человек. Ни то, ни другое еще и не превысило. В машине год. Почему в труху превратилась резина? Через полугодник, колодки меняют некоторые годы. Это Алексей Ахами Запада. Вы плохой пример сейчас привели. Это расходный материал. Так же, как масло поменять. Это не гарантия. А это в автомобиле установлено. То есть, это не меняется. Это навсегда. Это не подвержена износу деталь. Наталья Владимировна, почему это не подвержена износу? Ну, это не колодка. Это не колодка и это не масло. В итоге, в гарантийном случае было отказано. Ну, поделитесь своим мнением, что вы думаете по этому поводу. Правильно ли поступил официальный дилер? Как так должно быть? Может быть, у вас был подобный случай? Поделитесь в комментариях. Ну, а на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok